всем привет с вами дмитрий картелага перед началом третьей серии по игре евротрак симулятор да хотел бы провести небольшой анонсик о том что произошли обновления карт обновились карты южный южный регион росмап румыния великая степь обновилась то есть по сути все карты обновились росмап стала 221 южный регион до 9 версии обновилась да ну там легкие правки по вели по великой степи на карта казахстана вот соответственно хочу сказать обновились также коннекторы дорог у тут между турцией и южного региона под новой версии обновилась далее обновился коннектор у карта румыния карта румыния бесплатная версия 2.4 теперь она имеет коннектор теперь в своем архиве то есть их искать теперь не нужно вот ну и что еще можно сказать у карты казахстана появилась теперь такая скажем так такой косячок небольшой в том что она теперь не то чтобы она прям несовместима с дорогой коралла да есть аддон такой но если его установить то пропадают города на территории казахстана поэтому временно аддон дорогу кораллу к сожалению пришлось отключить так что без него пока что вот собственно также обновились моды на трафику на трафика джези к этом и плюс сегодня два новых моду будет на обзор так что приятного просмотра всем привет с вами дмитрий карте лаган мы сейчас в москве я дома своем родном городе последний рейс на с вами был из ростова в москву вот соответственно после этого никаких таких больших рейсов у меня не было мотался с нам по городу ничего особенного вот он сегодня вот вызвали меня с выходного морская прям выдернули sky приезжает дело к тебе есть сейчас поеду узнавать что случилось вроде нигде не косячил их все равно надо окон моя машина стоит парковка у нас там проблема приходится стоять здесь уже магазина вроде покажет нормально здесь пойду вот хорошо так ну проходу про своем рву и как рассказывал взял и бушную какая машинка симпатичная ладно поехали там нас ждут уже так вот Продолжение следует... 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 но не сильно мешает да ну и показывает что там как бы стекло стоит все это хорошо так заведем его лампы все работают приборы вроде как все работают а не слышал я звука с запуском дату и звука стартера сразу просто движка заработала всем так посмотрим здесь у нас давление есть температура не пойму растет или не растет растет температура вижу растет температура лан тут все хорошо работает так бы я смотря чина так педалем педаливать для видом так у руля почему-то всего один оборот может я чего-то не знаю но руля почему всего один оборот тоже наладо смотрим дальше поворота работает это хорошо нет аварийка нет сожалению так вот три раз первый режим импульс на работает второй режим постоянно и ускоренный тоже работает так это все работает это хорошо дальше что у нас жаль только ручка прав не работает ручка у нас не работает сожалению дорочки не работает ручник ручник работает дан лампа отображается соответственно эта лампа тоже отображается габаритом не вижу я габарита сейчас приблизим лампы работают на габариты странно на самом деле да у нас лампы включается именно по дальнему свету то есть не какие-то габариты а чисто по дальнему свету так этот работает моргалка моргалка не работает а дальний включается ну как бы моргалка работает а вон тут как вот он дальний вот но было бы лучше если план лампы были бы хотя бы зеленого цвета было бы не так это а то ощущение такое что включается дальний свет ну ладно тоже неплохо жаль вот не работает вот нам кнопка габаритов да вот она не работает к сожалению ну ладно так что у нас хотела и посмотреть так мы стеклоподъемники не работают печалька жаль стеклоподъемники не работает ладно пресс мы посмотрели вот здесь вот так этот габаритов интересно ну ладно так хорошо можем теперь внешне и глянуть сейчас мы с вами дальний ближний нет да не пускай работает аварию чеку включим так да аварию включим в принципе пока дальше пойдем посмотрим с вами так ну что посмотрим его внешне теперь да так что у нас но сама по себе вот если вот смотреть модель модель сделана круто очень круто довольно детализированная модель сделана грех жаловаться грех здорово по освещению освещение такое знаете складывается будто отражатель сам светится не лампочка светится а отражатель сам светится вот и мне кажется еще за дальний включу так сейчас вот разница я не вижу да вот здание работает сейчас ближний будет и вот ближний то есть разница никакой нету ну блик совпадает блик совпадает в принципе более-менее вот вот если вот подальше отойдем посмотрим да вот как оно будет ну как бы вот ну как бы вот я не знаю мне ближний здесь не особо нравится да он как бы хорошо сделан но не похоже это на то что вот фара работает именно целиком как и полотно да то есть как то как то отдельно отдельно все выглядит не знаю то есть лампочка отдельно вот если видеть смотреть на блик да да то да она горит но мы все прекрасно помним как данная фара должна светить да то есть весь отражатель светит весь отражатель рассеивается да вот пожалуйста вот так вот например здесь как бы такого нету а так вообще фара сделана здорово сделаны стекла вот и но это как бы дорогого стоит смотрим дальше здесь у нас что с вами здесь вот кабина видна да то есть вот кабина крылом колеса соответственно свои все сейчас снизу подлезу тут что у нас тут рессорные ну рессоры передние очень кстати детализированно сделаны да то есть очень качественно поддон двигателя ну здесь круто конечно ничего не могу сказать там что же темнеет что ли или дождь и пойдет не знаю вот так сейчас я наверх залезу так здесь тоже очень интересно сделано опа гроза да там поливает что такое так смотрим здесь здесь у нас с вами тоже все очень детализированно сделано все тормозные шланги ну по идее как тормозные шланги если я не ошибаюсь вот да это тормозные шланги то есть воздушные шланги там гроза во все идет вот вот так что тоже круто очень ничего не могу сказать вот соответственно здесь тоже сейчас я попробую подлезть вот так вот так здесь смотрим у нас как ну вот здесь тоже самое да то есть рассеиватели как будто не моргают как будто здесь тупо вот эти вот китайские лампочки стоят диодные и ничего более и ничего более ну то же как будто это конечно тоже печально очень жалко а так в принципе очень очень классно модель сделана очень детализированно прям хоть изучая строение машины по этой модели так сейчас я вот здесь вот посмотрю но здесь не получится наверное сейчас здесь глянем опа вот так вот да вот тоже пожалуйста отсюда все отлично видно кардан отлично подведен коробка передач кардан короткий мост там каждые болтики на мосту все то есть очень круто да то есть рессоры тоже отлично сделаны ну что я могу сказать модель модель данного грузовика выполнена шикарно прям очень круто не без косяков да скорее всего просто ну и так не без косяков а я думаю просто это результат обновления регламентов да и просто как это правильно называется а просто данное освещение еще просто не переделывалось да вот и все немножко доработать освещение все будет хорошо вот ладно погнали зацепимся о как же громко он работает там поехали в общем с вами зацепимся сейчас сейчас я буду аккуратненько так сейчас мы там у нас как я понимаю поливает во все немножко у нас с рацией проблемы а вот сейчас мы с вами заодно посмотрим как так рация что то конкретно прямо там ладно ладно так ну стеклоочистители работают хорошо я уже вижу здесь у нас как ну здесь никак ну ладно стеклоочистители работают да без проблем чистят все то есть дождь убирает проблем с этим нет так ладно сразу кстати хочу сказать то что на данном грузовике система продвинутой сцепки с трейлером там отсутствует либо она отсутствует либо она не работает но скорее всего она отсутствует вот отчасти вот так вот сделаем чтобы не цепиться вот поэтому пришлось сейчас я зацеплюсь сначала вот так вот вот так вот так сейчас мы выйдем угу так сейчас я тогда покажу вам данный трейлер кстати аптечках может быть делал даже и не в тройке ладно в общем хочу показать вам трейлер да полуприцеп это у нас мазовский прицеп вот так вот он исполнен номерной знак у него идет вместе с как правильно сказать вместе с самим прицепом так сказать в наследство достается вот так вот он исполнен симпатичный трейлер симпатичный трейлер колес как таковых у него своих нет он поэтому он используем так сказать базовый набор колес вот вот с этой стороны покажу вот так вот такая вот система вот сейчас я тогда зацеплюсь еще посмотрел ровно я стал ну вроде ровно но в общем тот статус стоит том то что вот у них разница в высоте вот и когда включается включаешь продвинутую систему сцепки да они просто упираются друг в друга и все и невозможно проехать вот в этом у нас досада поэтому будем ну грубо говоря притащить нам сейчас домкрат для подъема прицепа мы загонимся и зацепимся так в общем вот мы сейчас селим все на прицеп подняли мы сейчас под него заедем сейчас чуть вперед подым вот так вот хорош я думаю будет ну хорошо так ну все сейчас мы прицепную зафиксируем в принципе уже зафиксируем там только лап поднять дабы провода засыпить сейчас тогда ого прикольно так здесь у нас вот как вот так вот залезом вот так вот отлично все провода мы зацепили так а где у нас тут провода то в общем вот так вот вот так вот Вот такой вот мазурик И на нем мы поим Вот на этом трейлере Так, все, в машину go Так Сначала давайте мы, наверное, глянем Что у нас вообще есть по-навесному Сначала мы глянем с вами машинку А потом глянем с вами и прицеп Так, ну вот машина Это мы на сайте дилера Маза Хотя тут, наверное, я бы сказал Не дилер, ну как бы не дилер Маза А просто сайт продажи грузовых автомобилей Тягачей, да, вот здесь вот можно приобрести Такого вот Маза Это у нас многопрофильный дилер Да, то есть, который В принципе доступен всем желающим Посмотрим, в общем, что нам может предложить Данный магазин, данный салон Кабина у нас одна Шасси одно Двигатели Много, да, то есть В основном это ЕМЗ-шные ТМЗ-шные моторы Максимально 425 лошадей Минимально 240 лошадей Не знаю еще, как будет ехать Да, то есть Я на них раньше не работал никогда Соответственно, поэтому Позволим, как он себя поведет Коробка у нас одна Пять передач Серьезно А с чем связано А если 425 лошадей Я поставлю 14 передач Вы видали, да То есть, в зависимости от коробки, которую ставишь Меняется коробка передач 10 передач Но у нас, насколько я знаю, сейчас 10-ступенчатая стоит Поэтому Салон здесь тоже в одном виде исполнен То есть, никаких доработок, ничего Цвета Стандартные Есть На заказ цвет Далее у нас идут Два цвета металлика Ну и заказной металлик Цвет тоже имеется Не вопрос Заказали Заплатили Вам сделали Все как обычно По навесному У нас еще есть Мы можем установить Вот такие вот Таблички Пожалуйста Да, то есть Если Будете, например, перевозить Что-то горючее Вот эти таблички Обязательны к установке Далее у нас тут Это переднее брызговый ким Вот Это у нас салон Это когда В кабину залезем Там уже покажу Все Это все в салоне Это у нас таблички Да Это как бы стандартные таблички Зеркала только одного вида Дефлектора Такие вот можно На двери поставить Да, то есть Что еще у нас Сейчас, сейчас Секундочку Это наша шторка Это все салон Это салон Свет Это салон Антенна на кабину Ставится Спойлер у такой вот Да Идет Кстати, довольно симпатичный Спойлер Мне он Понравился Вот Что еще у нас Это у нас Баба будет стоять Это у нас Задние брызговики По колесам Вот Родные Мазовские колеса Они в одном виде Здесь соответственно То же самое Ну и можно, конечно Попробовать Как в этом духе Поставить Такая вот штука будет Или вот Мне кажется Мазовские Лучше всего Здесь будут смотреться Так сказать Антуражнее будет Ну, в принципе, все По внешке В принципе, все Тут особо не разгуляешься Да, то есть Ну и мазовские колеса Так Дальше Салон Что у нас в салоне Рули у нас не меняются Да, то есть Ну и стандартное Здесь у нас Антирадар Это все оригинальное Да, то есть Это не Сеселпак Это у нас Регистратор А это у нас Уже Сеселпак Пошел Поддержка Имеется у него По-моему Без аддона Да, без аддона Я бы какого-то Дополнительного стояла Да, то есть Поддержка Просто Сеселпака Есть Вот он Сеселпак Он работает Он поддерживается А у данного Тягача Нету никакой Возможности Установить Навигатор Да, то есть Навигатора Здесь в принципе Нету Так что Единственный вариант Я вам Сейчас покажу Это вот То есть Вот эти вот Вымпелы И на его место Можно поставить Такой вот Навигатор Вот Дальше у нас Тут идет СВРАЦ Она немножко Грючит Проблема Почему-то Вот с этой физикой Да, сами видели Как провод Туда-сюда Мотается Вот это Я наверное Заеду на СТО У нас тут Недалеко Есть СТО Вот и я уберу Ее Так же Здесь штора У нее Тоже с этим Проблема Тоже Туда-сюда Дрыгается То есть Физика Вообще Не соблюдается Ни разу К сожалению Да То есть Нет Вот Знаешь Когда висельку Вешается Когда висельку Всегда вешается Вот Болтается Болтается А здесь Такого Нету Хотя Вроде Как Пойдет Должно Быть Ну Ладно Всякое Бывает А здесь Штора У нас Она Здесь Штора У нас Она Никак Не болтается Да То есть Физики У нее Никакой Нету Соответственно Мы Также Можем Здесь Штору Повесить Здесь У нас Такие Ковры Красивые Одеялка Подушка Пожалуйста Чем Мне Квартира Родная Ну И Здесь Также Можем Поставить Отсисло Дополнение Отсисло Да То есть Маленькие Аксессуары Здесь У нас Наклеечки Такие Вот Масла Раз Два Пожалуйста Да Треть Не могу Найти Вроде Три Но Чуть Треть Не могу Найти В общем Как и так Рули Не меняются Я не знаю Насчет Положения Руля Сейчас Попозже Гляну В принципе Все С машиной Вот Такой Вот Мазорик В общем У него Клево Исполнеет Да Но Как видите По навесному У него Не особо Много Особо Не Разгуляешься Ребята Больше Наложились На то Что Сделать Максимально Детализированным Что В принципе Они сделали Он действительно Максимально Детализирован Вот Это Б8 Кажется Там Движок Стоит Это Тмз Кстати Посмотреть Интересно Меняется Движок Нет Движок К сожалению Не Меняется Очень Жаль Ну ладно В общем Довольно Модель Очень Детализирован Очень Крутая Ну Так Вот Если Больше Глубже Копнуть Да То То Есть Особо Там Не Как Вау 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 Тюнинг Наш Родной Любимый Советский Тюнинг На нее Не Забабахаешь Все Ладно В общем С навесной Закончили Пойдем Смотреть Прицеп Так Ну В общем Вот Наш Прицеп Это У нас Я Сейчас Скажу Так Это у нас Прицеп Мас 9758 Дефис 30 Ну И Там Соответственно Дальше Идет Модели Да Вот Я Читаю Тут Две Модели У него Конкретно Идут Это 30 12 И 30 21 То есть Два разных Варианта Тента Вот Так Давайте Смотреть Что у нас По нему Есть Так Реализацией Пардон Реализацией Данного Прицепа Занимались Деск Про Игорь Самсон Вентайр И Гайков Я так Думаю Что Гайков Но я могу Ошибаться В прочтении В его Под последний Регламент Он был Немножко Подправлен И стал Работать Вроде как Без Осложнений Да То есть Без Каких Либо Проблем Ну По крайней мере Полиция Больше Не докапывается До него Что у нас Есть Как бы Тип Сцепки Соответственно Один Кузов У нас Как бы Здесь Тут Меняется Тент Я не знаю Я до этого Заходил Не мою У меня Все Менялось А сейчас Что-то Не меняется Может быть Какая-то Ошибка На сайте Произошла Не знаю Вообще Менялся Бортовой Становился Здесь был Тент Менялся Проблем Не было В общем Что-то 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 Не меняется Шасси У нас Вид Шасси Один Цвета У нас Тут Есть Четыре Готовых Уже Четыре Готовых Принта На данный Тент Это Такая Транспортная Компания Кит Софт Транс Авто Имеется Авто Трейдинг И Минский Автомобильный Завод Можно Сделать Просто Белым Да Или Выбрать Цвет Который Больше Нравится Например Такой Красный По навесному Смотрим По навесному Да Это у нас Уже Красится Непосредственно Сам прицеп Да То есть Зеленый Синий Черный Вот Так Светом Можем Сделать Светоотражающие Полосы Либо Только Внизу Либо Внизу И наверху Пожалуйста Тоже Можем Сделать Отбойник Черный Серый То есть Двух Цветов Как бы Вроде Тюнинга Особо И нет Никакого Тюнинга Или навесного Дополнительного Оборудования Какого-то Ну так Честно Немножко Отстилизовать Можно Раму Можно То есть Цвет Рамы Сменить Можно Пожалуйста Вот такой Цвет Рамы Кстати Может Сейчас Могу Поменять О Пожалуйста Вот он Меняется Я же говорил Он не работал Вот он Пожалуйста Тентовый Кузов Не знаю Почему Сначала Не сработал Но Сейчас Сработал То есть Вот он Тент И вот Он Такой С задними Дверьми Вот Так Смотрим Дальше Что у нас Колеса А колеса Идут Как бы Стандартные То есть Можно Сделать Какие угодно Какие Заходчики Как говорится Какие Больше нравятся Например Так Дальше Что у нас Тут Ну и Бампер Соответственно Есть Нового Образца Есть Старого Образца Мне кажется Так Он Поприкольнее Если честно Не знаю В общем Как бы Вот так Вот Больше В принципе Ничего Нет А Крыли Пардон Крыли Еще Есть Такие Раздельные Крыли И Обычные Стандартные Крыли В принципе Все Это Все По Прицепам Такой Прицеп МАЗ Двух Моделей Бортовой Тентован Или Бортовой Тентован С Задними Дверьми Так Ну все Собственно Едем Мы сейчас С вами На СТО А С СТО Едем Уже С вами В компанию Загружаться Да и Отправляться В Волгоград В Волгоград Ну все Поехали Тогда Хорошо Тут Да Все Хорошо Так Кстати Хотел Я посмотреть Не Ладно Посмотрю Когда Буду Грузиться Так Ну вот И наше Шестун Так Тоже Вот Видите Физик Страдает Здесь Тоже Засада И там То же Самое Здравствуйте Да А мне бы Заехать Кое-что Просто Демонтировать Грузовика Да Хорошо Спасибо Куда Четвертая Окей Так Ну все Машину Загнали Нам там Сейчас Все Снимут Но мы С вами Пока Что Посмотрим Чего У нас Тут Хорошего Салончик Мана Хороший На таком Да Поработать На ТГ Красавец Вообще Ладно Так А что У нас Там Наверху Там По-моему Вроде Кафешка Должно Водим Наверх Сходим Похоже Похоже на дверь А Что Простите А Даже Как быстро Ладно Тогда Пойдем Все У нас Мы же Машину Выгнали Водим Достает Хорошо Быстро Что Там Прям Все Поснимают Ну Призначен Снять Да Выгнать Можем Мне кажется Даже Туда Ее Не Взгонять Что Сказали Загнать Так Ну Все Поснимали Вот Это Заменили Все Тогда Хорошо Отлично Поехали На Загрузку Так Хорошо Хоть Компания Вроде Небольшая Да Но Позабытался О пропуске На машину У меня Есть Пропуск По Для Езды По Центру Москвы А то Сейчас Первая Первая Полиция Меня Тут Освистала Бо Уже Оштрафовала Бо Так Ну Это Наша Компания Мы Узнаем Куда Нам Стать Чтобы Загрузиться Так Сейчас Мы Сначала Проканемся Вон Туда Сейчас Парканемся Узнаем Вообще Куда Нам Ехать Где Грузиться Уже Узнаем 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 Вот так вот так где у нас тут офис офис офиса офис достой стороны глянем наверно проще здесь на вклад зайти да и узнать так мы все чудненько я узнал очень смотреть ребят мы с вами повезем рыбчатый лук а в волгоград сказали нам парковаться к любым свободным воротам вот наверно сюда в крайне ворот я и заеду ну давай что будем вставать под погружку так всем пускай нас с вами грузят а она пока пойдем я не знаю пойду пока похова не пускай занимается погрузкой лапочки так ну все мы поховали нас вроде бы загрузили по крайней мере машин дрогаться перестала сейчас я пойду посмотрю там я должны были опломбировать все закрыть да все закрыли все пломба стоит так мне осталось получить бумаги все бумаги тоже все получил можно ехать чудненько так пусть пока поработает мы с вами глянем картам как у нас по карте мы с вами поедем так едем мы с вами по м4 уходим затем на м6 и по м6 мы едем 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 через тамбов но мы в тамбов сам не заезжаем борисоглебск и вот на волгоград в принципе не особо прям что-то этом до волгограде там посмотрим это свяжемся с работодателем чем наш обратно отправит или еще куда зашлет не знаем посмотрим не будем пока загадывать посмотрим ладно да говорится в добрый путь у нас полный бак с вами ты что поедем не знаю как мы в ночь поедем не могу пока сказать там дальше будет видно мимо дома проезжаем мимо дома едем ну собственно уже все мы выезжаем из москвы вот уже мукат через весь город можно сказать проехали как раз пожалуйста москва все тогда волгоград жди нас а вот и первая подстава здравствуйте а подскажите там все плохо да печально конечно как раз бы на волгоград там ну да ладно я понял спасибо а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ặc genetics ДimaTorzok ДимаTorzok Д dibhen Кряч off Добав kamay тогда машина рейсера ну пока нету стоит один троллер так tx это так моя икея что лечит такое сейчас посмотрим вот сюда еще зайдем борис не выключила на все быстро все отлично да так и не там ворота мне сказали встать плану сюда к этим заеду вроде свободно там даже пускай сами разбираются так так а вот а и а и и и и и Вот так вот. Так, ну все. Пускай разгружает меня, пока подождем. Так, ну все, вроде меня разгрузили, надо пойти подписать все бумаги. Так, посмотрю, там все закрыли меня. Да, все закрыто. Так, все, мы все подпишем тогда и пойдем, пойдем-поедем. Ну все, все бумаги я подписал, доставка моя выполнена. Сейчас поеду в ближайшем отель, буду отдыхать, а там дальше свяжусь уже с начальством и узнаю, что мне делать дальше. В ближайшем. Сейчас тогда. Хорошо. Так. Все, поехали. Все. 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 Счастливо вам. Сейчас на стоянку поеду, а там что начальство скажет куда дальше, не знаю. Да, все Да, пустой Хорошо, да, и вам удачи Так, ну все, в принципе, на сегодня все Ну и что так оттормозился-то Езжай, братишка Вот, в принципе, на сегодня все, ребят А мы с вами доставили в Волгоград сегодня репчатый лук Спасибо вам большое всем за просмотр Ни гвоздя, ни жезла, добрых дяденек полицейских В общем, удачи вам на дорогах И полных баку бензина Вот, все Я не понял Вот, собственно, всем большое спасибо за просмотр Всем пока